всем добрый вечер живы-здоровы ночью сегодня у нас ну как по расписанию 12 часов нас пробомбила и потом было до утра тишина ну днем где-то часов до двух у нас были воздушные тревоги я уже даже сбилась со счету сколько и было три или четыре сейчас вот пока слава богу тихо вышла сад жара сегодня такая неимоверная в тени 31 градус на солнце даже не знаю сколько ну вышло немножко тут где тенечек кое-что сделать подрезала розы которые цели убрала гвоздика которая цвела тоже убрала и тут я сейчас хочу показать что если вы для обнаружила значит обрезаю гвоздику вот кустик обрезала а рядом у меня были каменные розы смотрите как выросла за несколько дней вот такая высокая высокая стала каменная роза была вот такая вот маленькая сегодня нужно обязательно полить потому что очень сухая земля очень кое-где начал проявляться портулак поэтому надо обязательно полить освежить земельку лягушки клакают мне вторят я хочу сказать все большое спасибо за комментарии за поддержку огромное всем спасибо вот извините за мои слезы у меня была такая почти истерика потому что я сама себе уже сказала если только так будет продолжаться то мы конечно же отсюда опять уедем ну спасибо и дочь и взять которые меня поддерживают сказали что не волнуйся мы найдем куда тебе переехать но нам я имею виду сославика максим ехать не хочет и если не дай бог конечно нас опять начнут так бомбить как бомбили я не знаю но у меня просто ну него нервы не выдерживают я честно могу сказать на истерика сразу я я даже когда слышу сирена у меня уже начинает меня все дергать вот и сердце начало уже пошаливать давление прыгает ну в общем такое возрастное да но сегодня вот как-то так более-менее днем ну как были сирены но наверное это стреляли все-таки где-то подальше от нас наверно под харьковом потому что ну я не так дергалась как когда у меня дрожат окна дрожит весь дом дрожат стены пол в общем полностью весь дом содрогается это конечно ужасно это конечно очень страшно я никому этого не желаю даже один раз почувствовать как это страшно пришла вам показать свою одну нефейку днем она была открыта сейчас уже закрылась потому что вечер жалко ну может быть завтра покажу беленькая это первая которая расстрела но тут их будет много тут и розовые и фиолетовые такая вот красота лягушки тут прячутся начала у меня расцветать лавандочка вот только только начала такие вот голубенькие листики цветочки такая вот лавандочка ну когда хорошо обильно зацветет я конечно же ее обрежу и высушу за один день уже так покраснели ягоды но еще конечно они не совсем покраснели но уже видно какие вот какая красота будем скоро собирать и крыжовничек тоже там несколько ягодок есть а это мои помидоры еще крыжовничек кустики маленькие вы слышите как они орут мои лягушенцы и кричат этот куст начинает я никак не могла вспомнить красный он и белый или белый все таки он начинает розовеньким быть а потом белый становится такие вот и он скоро будет полностью весь белый белый вот такой вот кустик розочки это по моему называется почва покровная потому что она прям по земле расползаются веточки так я срезала сегодня гвоздичку если у нас сегодня прогулка по саду вот хосточка начинает расцветать ну а они туда на глазки что-то засохли отцвели уже такие вот зеленушки у меня здесь к ваква богба и эта розочка тоже красивая смотрите какие бутоны никакой бутон красивый какая розочка красота красота чуть дальше тоже розочка я ее сегодня обрезала то что отсвело целое ведро наступило утро и как я вам обещала показать свою первую распустившуюся немфеечку. Такая она красивая, солнышко светит, погодка хорошая, сегодня опять будет жара. Вчера, кстати, вечером у нас объявили раздушную тревогу и началась гроза. И мы так и не поняли, стреляют или это гром и молния. В общем, как бы дождик небольшой прошел. Ну, собственно говоря, он такой совсем небольшой, почти его и незаметно, что дождик был. Но вот немфеечка меня уже радует. Будем ждать теперь следующие, какие будут цвести. Какая теперь зацветет, розовая или сиреневая. Вот интересненько. Этот куст я не успела. Видите, он уже закрывается. Когда солнца не было, он весь был голубой-голубой. И немножечко поднимается, тогда его дождь... Ой, опять что-то гремит, не знаю. Ну, наверное, гроза где-то или гром. Они постреляют, не знаю. Тоже не поймешь, не разберешь. Ну, в общем, вот такой вот огромный куст. Конечно, очень красиво, когда он цветет голубым. Даже не голубым, а фиолетовым. Ну, когда солнце все, он прячется, закрывается. Мои питуньки, красотуньки. Так хотелось сделать такое видео, знаете, позитивное, спокойное, чтобы вот без всяких слез, без всяких плача. Ну, решила, вот думаю, покажу я вам свой сад-огород. Вот такой небольшой обзорчик. Ну, как получилось. Так что, дорогие мои, сегодня очень только о хорошем. Надеюсь, что так будет и продолжаться хорошее. В комментариях, конечно, кто-то поддерживает, а кто-то мне целые сводки российских СМИ пишет. Вот. Ну, наверное, на это вы тоже имеете, на это право. Это, как говорится, война. В общем, спасибо, что смотрите. Кто не подписался, подписывайтесь на мой канал. Ну, а кто отписался, значит, тоже ваше право. Отписывайтесь. Вот. Желаю всем здоровья, желаю всем добра, желаю всем мирного неба. Чтобы у всех у нас было все только хорошо. Кстати, и сегодня у нас троица. Я всех поздравляю с троицей. Все, дорогие мои. Удачи вам. Быть добру. Субтитры сделал DimaTorzok